Здравствуйте! Меня зовут Мария Славникова, и я художник, портретист, такой релист. Сегодня я буду обозревателем ноябрьской коробочки Doodle & Sketch, содержимое которой обойдется ее обладателем дешевле, чем в розничных магазинах. Мне пришла вот такая замечательная посылочка в белом пакетике. Так, внутри посветика находится вот такая вот замечательная, красивая, милая коробочка, обвязанная бантиками. Я не знаю, что находится внутри, поэтому давайте скорее ее откроем. Ну, жалко разрезать такие красивые бантики, поэтому я их просто попробую снять. А под крышкой у нас находятся... Это предметственное письмо от Doodle & Sketch. Замечательная бумага Arsh, 100% хлопок, фактура Grainfin, формата А4. Мне еще не доводилось пользоваться такой бумагой. Поэтому мне будет очень интересно ее протестировать. Под таким замечательным голубеньким облачком у нас скрываются материалы. Первым делом бросаются в глаза вкусняшки. Если мы устанем и проголодаемся, то сможем подкрепиться. Так, ну, первым делом мы обратим внимание на кисточки. Это кисточки компании Рублев. Рублев производит высококлассные кисти. Я с удовольствием их использую в работе. Здесь у нас синтетика, белочка, микс колонка и микс белки. Микс означает, что в составе ворса кисти находится смесь синтетического ворса и натурального. Так, красочки. Так, это краски компании Шенхан. Мне еще не доводилось ими пользоваться. Так, что вместе с вами я их протестирую. Здесь у нас все цвета, которые нужны, чтобы нарисовать портрет. Красная Охра, Вермиллиан, Лимонная Желтая, Ультрамарин, Коричневая, Перманент Йеллоу Дип, Джоан Бриллиант и Соб Грин. Салфеточки. Неотъемлемая часть процесса, чтобы вытирать от них кисточки. Это у нас палитра 20 листов, отрывная. Я в своей работе предпочитаю палитры пластиковые, но тоже будет очень интересно попробовать такую вот палитру. Это у нас буклетик от Doodle & Sketch. Ну и замечательные наклеечки. Очень позитивные. Нужно будет найти, куда их наклеить. Давайте сложим все обратно, чтобы посмотреть на наше богатство. Теперь моя задача состоит в том, чтобы придумать урок. Скорее всего мы будем с вами рисовать портрет. Так что давайте начнем. Прежде чем начать работу, мы вместе с вами сделаем выкраску цветов. Посмотрим, что у нас есть в наличии. Мы начнем с лимонной желтой. Очень яркий, насыщенный цвет. Так. Так. Это такой белинный цвет. Цвет кожи. Он как раз подходит для тех, кто не хочет замешивать готовые цвета для кожи. Такой читерский, можно сказать. Я расположила цвета в том порядке, в каком мне удобно. В каком они у меня находятся в палитре. Мы делаем такую небольшую растяжку, чтобы посмотреть их плотность, их укрылистость. Так, это у нас такой вермилль, он очень красивый цвет. Очень нравится добавлять его в всякие нюансные моменты. Так, а красная охра тоже прям вот ходовой цвет. Я обязательно подпишу все названия цветов. Это коричневый, такой теплый коричневый цвет. Так. Ну, ультрамарин, я думаю, у всех цвет в ходу. Обычно ультрамарин у разных марок выходит в осадок. Так что посмотрим, что у нас здесь. Это краски компании Шин Хан. Это корейская марка. Эти краски серии Pro Watercolor. Зеленый, очень красивый цвет. Довольно укрылистый. Так. У нас очень отличная гамма цветов подобрана. С помощью всех этих цветов можно нарисовать полноценный портрет. Но будьте внимательны, некоторые цвета в вашем боксе могут отличаться от моего. Давайте подпишем название. Так, это у нас лимонная желтая. Так, это 414 номер. Красочка еще не высохла, не очень удобно писать. Но мы не будем терять времени. Так. Так. Пермонет Yellow Deep. Ца у нас 412 номер. Vermilion Hue. Замечательный оттеночек. 424 номер. Красное Охо. Так. Коричневый. 407. Это у нас Ультрамарин. Ну и 416 номер. Сапгрин. Замечательная палитра. Теперь можно переходить к работе. Мы посмотрим их, как они работают вместе, взаимодействуют их сочетания. Я расскажу о том, как написать портрет. Используя эти цвета. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой портрет у нас получился Я использовала все 8 цветов, которые мне попались в коробочке От краски мне очень понравились, яркие и насыщенные Бумага замечательная, фактура очень приятная Выдерживает большое количество заливок, не скатывается Однако от большого количества воды идет волнами Ну, как и все бумаги Краска проникает в волокна бумаги, впитывается и цвет съедается Синтетическая кисть мне понравилась больше всего Я предпочитаю их в работе С белкой я не очень люблю работать, она непредсказуема В целом очень хорошие и качественные кисточки Бумажная палитра мне очень понравилась Очень удобная, подходит как для акварели, так и кровящих материалов Таких как акрил и гуашь Я желаю вам творческих успехов и вдохновения Выкладывайте свои работы в инстаграм с хэштегом Doodle&SketchLessons Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok